Сейчас мы находимся в Лиэл Вирцово, это 60 километров от Риги в Латвии, в Елгавской пагости Платонос районс, или наоборот, короче, у нас там были изменения, в общем, что-то такое. И мы сейчас находимся на втором этаже в квартире, площадь которой 89 квадратных метров, где хозяева думали один год ставить или не ставить вот эту гранульную горелку в дровяной котел. Вообще очень мало людей знают о том, что можно вообще в принципе в их дровяной котел за 6 часов установить гранульную горелку с управлением через смартфон, и что это все будет автоматически управляться их насосами. То есть я об этом сам не знал, но теперь вот узнал. Это Viadur Su-26, и причина какая? Для того, чтобы облегчить жизнь себе, чтобы не таскать с подвала дрова, но сейчас все равно придется таскать гранулы с подвала. Но тем не менее, 15 лет топили дровами, примерно стоимость 200 евро машина, потом топили брикетами 3 года, расход примерно 3 тонны. У нас платили хозяев по 115 евро тонну, то есть в принципе 445 евро уходило за отопительный сезон. Значит, мне казалось, когда я топил дровами лет 20 назад, что брикеты нельзя разжечь без дров, но потом появились вот эти квадратики, которые поджег там, ну типа на спирту, но они не на спирту какие-то, еще какой-то состав, который медленно горит и разжигает вот эти брикеты. То есть можно поставить, хозяйка ставила домиком, сначала были щепки, а потом уже и без щепок научилась, так что молодец. И еще одно ведро угля зимой, чтобы дольше горело, горело что? В дровяном котле дрова или топливо. Ну и так как уезжала на 12 часов, то соответственно приезжаешь здесь уже там от 15 до 18 градусов, потом начинаешь отапливать и получается 28 градусов, то есть это очень жарко, огромный перепад, вы то в свитере, то в майке. Поэтому решение этому всему, это гранульная горелка, которая позволяет, чтобы температура не была выше 22 градусов. То есть основная проблема, чтобы была низкая, более низкая температура, чтобы можно было хоть как-то заснуть. Так, а давай включим на том датчике, да, чтобы у нас заработало, а то мы в попыхах, тут и вечер, уже голова особо не работает, у нас затрачено было 6 часов времени, чтобы это сделать, поэтому мы тут уже в темноте пытаемся чего-то наваять, чтобы вам было интересно. Вы же сидите у компьютера такие задумчивые, никто не улыбается, поэтому надо вам создать какое-то настроение. Вот, значит, что такое, многие спрашивают, расход на гранулах на 90 метров квадратных, это 450 килограмм в месяц расход гранулы, 7 месяцев мы в Латвии отапливаемся. Соответственно, 3 тонны, 150 килограммов будет расход за отопительный сезон, 150 евро тонн у нас сейчас, в 2021 году стоимость гранул, и получается 472 евро за сезон. Сейчас мы слышим 32 секунды засыпка гранул, я же должен вам показать, что у нас это даже работает. Ну, сейчас как-то пошутил, мне очень хорошо, короче, она всегда работает, эта горелка. Вот, и в чем преимущество, когда вы устанавливаете вот эту горелку в дровяной котел, что вы через пару месяцев очень сильно повысите КПД этого котла. Если пока вы топите, хотя бы один раз протопили, ну, все знают, дымоход, допустим, грязный после дров, вы быстренько, получается, протопили даже один раз, и у вас уже опять дым появляется в доме. Вот, я что хотел про КПД сказать, что КПД через пару месяцев будет 80% у этого котла, сейчас где-то 40-50%, и когда люди сравнивают цену брикетов и гранул, брикеты у нас дешевле, но КПД ниже, а гранулы, они дороже, но КПД выше, и за счет этого они, в принципе, одинаковы, то есть цена за сезон у вас будет примерно одинаковая, что так, 450 евро за отопительный сезон на дровах, и вы мучаетесь все время с этой температурой, и в холоде, и в сырости просыпаетесь, и приходите домой после работы, а в данном случае здесь все время поддерживается постоянная 22 градуса температура. Да, значит, что получается? То есть горелка что делает? Она держит, в принципе, 22 градуса, то есть на 21,5 включается, да на 22,5 выключается, но вы также можете контролировать эту температуру и через смартфон от плюс 5 до плюс 35 градусов, что очень удобно. Значит, здесь я хотел один нюанс рассказать, да, в данном случае, ну, вот этот вот датчик у нас переносной, который мы сейчас будем ставить в коридоре, потому что это центр этой квартиры, по которой будет жить вся квартира. Вот, еще один момент, который я редко показываю, но тут получилось так, что у нас вот эта радость вся появилась у нас под рукой, то есть вот это сопло, вот сейчас, если вы обратите внимание, то есть у нас происходит вот такая вещь, то есть вот это, ну, сейчас вот розжиг идет, вот смотрите, дым, это я вообще никогда не показывал. Видно дым? Дым внутри, видно? Вот так. Ну, ладно, короче, я вижу дым, это у нас первый розжиг, да, примерно за 4 минуты происходит этот первый розжиг, при этом потребление электроэнергии у нас около 500 ватт, это на 4 минуты, потом фоторезистор, когда видит уже пламя, он выключает питание на ТЭН. Напомню, что у нас от электричества зажигают гранулы, то есть там примерно 1500 градусов, и ТЭН дует воздухом, горячим, температурой 1500 градусов на гранулы, и именно от этого воздуха горячего поджигаются или зажигаются гранулы. Так вот, там внутри, отсюда у нас идет пламя, у нас внутри в котле никаких гранул нету, они только вот здесь, вот в этом месте, они тут и горят. То есть что происходит? Здесь у нас очень важный момент, это вот этот винтик, да, то есть мы винтик не выкручиваем, мы когда чистим, просто берем и вытаскиваем, приподнимаем вот этот вот винтик, да, и его надо вставлять ровно, ну, вот сюда, и фиксировать его. То есть если вы не попали, вот этот винтик в дырочку, то в этом случае у нас не будет происходить правильного горения. Почему? То есть если вы вот так поставите, ничего хорошего не будет, и мало того, за неделю вы новую решетку просто сожгете. Она пойдет деформированная, да, то есть вот эту решетку можно за неделю сжечь, потому что там огромнейшая температура, должно быть там 600-800 градусов, а вы делаете 1200, если не попали. И чистить надо вот эти вот рисочки, то есть если у вас гранулы и рисочки, вот эти полосочки чистенькие, значит у вас очень качественные гранулы. Если у вас они забиты дегтем, соответственно в гранулах есть какие-то примеси, грибы, песок, мох, ну, всякая неизвестная нам ситуация, которую вы не можете определить, даже если вы покупаете светлые гранулы. И также старайтесь, ну, покупать их светлыми, не совсем темными, потому что в темных обычно, ну, либо они пережженные, это тогда ничего, а вот если они с корой, то это уже надо будет чаще чистить, просто вот эту решеточку и сам котел. Чистить котел надо, мы потому что были в двух объектах, где ни разу за полгода не чистили котел. Напоминаю, что помимо горелки, надо чистить еще и котел, как вы чистили от золы для дров. Ну, и пепел можно также пылесосом, да, этот весь, чего делать, выдувать. То есть, выдувать. Ну, короче, убирать. Так, ну, с этой, наверное, все понятно. Винтик выкручивать не надо, просто вот так вытащили, почистили. Почистить можно металлической, любой решеточкой. И смотрите, еще важный момент. Отверткой можно, да. Вот тут есть вот такая улыбочка, да, как мы ее называем. И за ней, и вот здесь не должно быть гранул, потому что отсюда подается кислород, да. А сверху у нас сыпятся гранулы, да. То есть, вот здесь у нас снизу кислород, а здесь у нас сверху гранулы. И вот в этой улыбочке не должно быть гранул. Очень часто вот здесь вот мы видим забитые гранулы. То есть, их нужно оттуда выбирать. Там то ли какой-то спицей, то ли... Ну, у нас мы чем выбираем? Либо проволочкой, да, что самое простое. Но у нас сейчас от дворников из нержавейки такая, ну, как, ну, не спица, а такая пластиночка. И ей тоже очень удобно. Ну, короче, что есть под рукой, то мы и делаем. Так, все. Надеюсь, вот с этой решеткой, на которой происходит все горение, мы разобрались. Значит, да, ну, да, сейчас я посмотрю свою шпаргалку, потому что я все постоянно забываю. А, был вопрос. Если пропало электричество, то все настройки сохраняются. То есть, если пропало электричество, и у вас потом оно включилось, то если есть запрос от какого-то датчика на отопление или датчик на горячую воду, то, соответственно, это все включается автоматически. Надо подождать просто минут 20. Как мы в данном случае с этим разбирались, да? В данном случае это крайне маленькая котельная. У нее 2 квадратных метра. Метр 20 на метр 80. Я даже не поленился и рулеткой замерил. И здесь мы столкнулись с тем, что нам мешало засунуть бункер. Здесь 30 сантиметров в 30 сантиметров. Это второй случай у нас на нашей практике, когда вот так вот получилось это все установить. Очень компактно, хозяйка очень довольна. И нам даже пришлось высверлить 4 заклепки, потому что по-другому мы никак не могли его сюда разместить. И получается, я первый раз приезжал. Мы обычно по клиентам не ездим по той причине, что мы просто тогда ничего не успеваем. И тогда у нас получалось, что он сюда влазит. Мы все померили, и поэтому у нас все хорошо. Хотя я до последнего, в принципе, сомневался. Напомню, что гранулы у нас должны быть 6-миллиметровые и качество у нас ЕН+. То есть вот такое ЕН+, и А1. То есть это 6-миллиметровые, максимальная их длина 35 миллиметров. Дальше что? У нас здесь идеальная ситуация. По котельной чуть-чуть пройдусь. Значит, вот этот насосик чисто у нас на бойлер. Мы туда еще сходим. И мы его подключаем, в принципе, к 14-му контакту, фазу. 15-й, 0-й, 16-й земля. Это в инструкции есть. Это для продвинутых пользователей, которые в наше время хотят все делать сами. Мы это только приветствуем. Вот. И здесь, дальше там не видно, но там есть у нас насосик на отопление. Мы его тогда устанавливаем на 11-й контакт фазы, 12-й, 0-й, 13-й, 13-й земля. Да, спасибо. И получается, что у нас, когда запрос на отопление, то горелка сама включает этот насосик. Мы его подключаем специально. И он тогда при достижении 30 градусов на горелке, он включит насос. А вот этот насосик при 40 градусах включит на бойлер. У нас есть проводок, тоже покажем, который подсоединен к бойлеру. И что нам необходимо здесь знать или делать? То есть, в данном случае хозяйка спрашивает, как мне, вот я уехала там на пару дней, как мне не греть бойлер. Есть параметр U02. Я вам сейчас это все покажу. Нажимаем кнопочку И два раза. Вот он, U02. Надо зайти. Заходим мы ОК. И вот здесь мы просто ставим 10 градусов. Таким образом вы выключаете, ну, как бы, датчик, который у нас может только включиться на 10 минус 4, на 6 градусов. То есть, когда будет 6 градусов, тогда он только включится. Так как у нас сейчас почти лето, то в этом случае у нас он не включится ни разу. То есть, мы нажимаем ОК, и здесь и кнопочку, эта информация, проходим по кругу U07, еще один разок нажимаем, и выходим в этот параметр. То есть, это как выключить, да? Ну, и также, как включить то же самое, да? У нас получается кнопочка И. Два раза нажимаем ОК, заходим, и здесь на 40 градусов. Это не значит, что будет в горелке 40 градусов, ой, в бойлере 40 градусов. Это будет в бойлере 40 градусов в том месте, куда мы прикрепили датчик. Сейчас я вам это покажу, потому что это находится в туалете. Это наши котельные и туалеты, это наши два любимых места. Всем рекомендую. Иногда, несколько раз в день, эти места посещать. Вот. И можно ли оставлять на лето включенную горелку? Да, безусловно, можно, потому что датчик автоматически держит вам температуру, заплатите вы максимум 50 центов за месяц, если она просто будет болтаться, ну, во включенном состоянии, и смотреть эту температуру по воздуху. Ну, и проверяйте фазу, конечно, да? Значит, и сейчас я скажу то, что, по-моему, ни разу не говорил, это бонус тем, кто досмотрел до этой 15 минуты и еще даже заварил себе чай, и думают, когда же это все закончится, хотя в YouTube вы знаете, когда закончится ролик, но тем не менее. То есть, что мы делаем? Мы насос бойлера параметр P33 ставим на 20 минут. Для чего? То есть, это у нас подсоединение 14 фазы, 15, 0, 16, земля. Для чего? Чтобы бойлер насосит после отключения бойлера еще как бы вам на халяву 20 минут еще подогревался, доставал тепло в бойлер. Как это делается? Я вам сейчас покажу. И то же самое насос отопления, это P27 параметр, который стоит на 6 минут выключения после отключения датчика комнатной температуры, тоже через 20 минут, тоже говорят, это гораздо экономичнее. Фаза 11, 12, 0, 13, земля. То есть, как это вы делаете? Если вы подсоединили вот этот насосик и хотите, чтобы он автоматически у вас отключался, что мы делаем? Мы кнопочку И держим 10 секунд в горелке Фироли Сун по 7 Н, пока у нас не появится Т5. Кто-то ее называет Е5, кто-то инвалидом, кто на что и кто ТС. ТС вообще она по инструкциям. Вот, нажимаем ОК. Ой, извините, все, но не буду переписывать ролик. И нажимаем два раза. То есть, первый раз КИ 10 секунд, потом один раз КИ коротко. И нажимаем, допустим, третью нам нужен параметр, допустим, P33. Это у нас насос бойлера. Нашли и заходим сюда ОК. И вот здесь у вас вы увидите 4 минуты. А вы вот этими кнопочками вверх-вниз ставите 20 минут или 10, или 11, кто на что гораст. Методом научного тыка все это можно проверить. Подтверждаем. И второй параметр, как в данном случае, это P27. Это у нас насос отопления, который по умолчанию вы здесь увидите 6, но мы ставим тоже 20 минут. Это тоже нам чего-то экономит. То есть, вы вот просто ставите 20 или сколько хотите, хоть 8 минут. ОК, подтверждаем. И как выходим? И один разок, и 10 секунд держим и кнопочку. Вот. Пока не увидите градусы. Вот. В данном случае увидели. Иногда бывает, что вы как бы проскакиваете, и у вас У-01. Не пугайтесь. Вам надо просто вот так вот 7 раз нажать еще раз, и вы опять выйдете на У-54. Ой, на ваши градусы. Так. Значит, и последнее, чтобы вас, как говорится, не томить. А, еще всегда говорю, что горелка, просто микрофон находится очень близко от того места, где сыпятся гранулы. Вам кажется сейчас, что очень громко эта вся тема работает. Но я вас уверяю, что если вы закроете две двери, то вы ничего не услышите. С одной дверцы, если вы прямо за котельной спите, не ставьте эту горелку, потому что вы не сможете спать, потому что вы будете слышать, как падают эти конфетки или гранулы, или как их еще там кто-то называет. Вот. Поэтому, поэтому что? Если у вас две двери есть, то все. Теперь мы переходим, переходим в туалет, где у нас есть комбинированный бойлер. Надеюсь, что я за минуту закончу с этой радостью. Так. Мы идем сюда. Так. Вот. Это счастливое место. Значит, вот у нас примерно 100-литровый бойлер. Вот у нас подача от котла, вот подача от чего? Обратка от бойлера. И вот здесь мы просверлили отверстие в кожухе. Мы не сверлим прямо бойлер, чтобы оттуда лилась вода. Это кожух, потом идет изоляция, а потом сам корпус бойлера. Мы корпус бойлера не сверлим. И сюда засовываем НТЦ-датчик, прикрепляем его сантехнической изолентой, чтобы он случайно оттуда не вырвался. И в принципе все. То есть вот так вот мы подключаем вот этот НТЦ-датчик. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в эфире. Смотрите нас в следующем ролике. Если надоел, перематывайте на что-нибудь другое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова